1 2 3 4 5 вышел задача погулять мы победим добрый день привет андрей как меня слышно супер слышно хорошо слышу тебя хорошо 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 отлично настроение мы все преодолеем мы все победим и все давай начинаем наш интервью и делаем ее некий концентрат инвайт просто добавить воды начнем с российских акций ждем паровоза с баблом как мне говорит володя левченко или не ждем паровоза баблом что актуально купила забыл либо шпикулирую как задача побегающих этот поезд в огне и нам не на что больше жать да смотри ну здесь нужно разделить две вещи первое например конкретный пример сбер сберланы в ссср сбер поэтому пилить его вряд ли кто-либо будет на мой взгляд если вдруг резко сменится какие-то скажем так элитные настроения дали перетрубация в элитах управленческих в россии поэтому сбер теоретически можно держать купил и забыл насчет газпрома ты совершенно справедливо ранее подавал эту ценную мысль что в случае если пойдет перетрубация в управлении россии в будущем если цикл элит сменится тогда инфраструктуру могут пилить значит вывод следующий что газпром лучше спекулировать например и третий момент внимательно следить за теми компаниями корпорациями российскими которые продолжают проявлять лояльную дивидендную политику в отношении акционеров здесь можно соответственно тоже удерживать бумаги в расчете на то что дивидендная политика и дальше будет лояльная в отношении вот граждан инвесторов вот таким вот образом следует подходить но если брать скажем так 70 80 процентов российского рынка то получается что спекуляции пока в приоритете из-за вот этой вот турбулентности и неопределенности с тем что сейчас происходит в нашей стране дмитрий ты говоришь я правильно говорю но ты понимаешь чем дело если пойдем по одному из вариантов то будет переучреждение государства и хрен мы чё получим хоть с барм газпром к сбербанк просто заморозит акции бежен не будет работать такое возможно еще раз говорю такое возможно поэтому я сделал специальную оговорку касательно того что на 70 80 процентов от депо это короткосрочные спекуляции на только кто только на те суммы которые не больно будет получить заморозку от государства хорошо поговорим про макроэкономику россии и рост стагнация что-то думать по поводу обрушения рынка жилой недвижимости кстати она не везде происходит по городам очень разная картина пожилой недвижимости динамика обрушение скажем так или снижение квадратного метра не обрушение пока еще мы видим первые ростки снижение спроса динамика везде действительно разные а по понятным причинам но это может быть например какая-то курортная зона да где не так быстро снижается цены на жилье а могут быть какие-то депрессивные регионы где из-за снижения спроса как бы число сделок а купли-продажи резко уменьшается но общая тенденция это коррекция коррекция цены квадратного метра я об этом говорю еще с весны масло в огонь этой коррекции подливает вот эта неопределенность который сейчас нашей стране связанная с вот этими перетрубациями вот этими проблемами в геополитике и здесь я думаю что нужно просто ждать потому что ну не стоит спешить покупка недвижимости прямо сейчас а что касается общей ситуации макроэкономической рост или стагнация я все-таки смогу что-то более-менее конкретное сказать уже по весне только потому что сейчас очень многие наши руководители рапортуют о том что мы очень хорошо преодолеваем этот кризис что у нас падение ввп будет ниже чем там скажем так ожидаем а ожидаемые показатели но в данном случае если все идет так хорошо мы так успешно все преодолеваем да есть такое выражение правило если все идет замечательно как по маслу относительно значит где-то чет не учитываете вот это где-то чего-то не учитывайте я планирую увидеть более конкретно уже весной весной следующего года сейчас конечно ну на лицо определенная стагнация идет переформатирование или адаптирован российской экономики проблемы еще не повылезали но в любом случае если мы не завершим скажем так в течение двадцать третьего года трудности будут нарастать вот так бы я бы сказал поэтому стагнация пока скажем так в базовом у меня сценарий но опять-таки ее глубина и скажем так динамика это большой вопрос потому что все-таки регионы разные вопрос промышленностью большой вопрос со сферы услуг большой и вопрос самый главный с потребительским спросом но возвращаясь все-таки к твоему твои ремарки о недвижимости ведь недвижимость это стройка стройка имеет очень серьезный мультипликативный эффект если мы на недвижимости видим замедление продаж уже предоставление скидок и торможение строительства вот это очень тревожный сигнал еще раз повторюсь поскольку стройка но это очень серьезный прирост в ввп и очень серьезный мультипликативный эффект поэтому даже на примере рынка недвижимости жилой можно более-менее составлять примерные контуры очертания того чего происходит стагнация или рост катя вот тут шлагбаум не могут сделать этот узнал критическая зависимость от компонентов недорожных стран в лифтовом оборудовании но это такая мелочи мелочи это по стране я не говорю про здесь теперь меня могут спросить вот по пункту как же так ты говоришь что при одном из вариантов могут заморозить там акции и вообще любые активы на бирже а вот к твой канал от игры нет ребята вы никогда не поняли мой канал про инвестиции а инвестиции не только акции вы ошиблись теперь по поводу рынка сша все все на хаях ну кто чего ждет я не знаю просто чисто по картинке вот я уже вчера писал как-то не просматривается обвал черными соплями по стандарту что ты думаешь смотри я тебе сейчас набросаю свое видение как дальше может развиваться ситуация первый момент который я обратил внимание вот кто что думает я смотрю своих коллег трейдера в том числе просто смотрю с профессиональной точки зрения с интересом не интересно мнение других моих коллег до мне некоторых я очень уважаю либо и с кем-то я не согласен так вот подавляющее большинство всех моих коллег сейчас говорят следующее значит первое есть как ты знаешь такие волновики это elliot waves international американская американские аналитики которые рассматривают экономику с точки зрения циклов или волн так вот они всякий раз уже даже с девятнадцатого года еще с допандемийных времен и во время пандемии во время пандемийного обвал они были все цикл закончился сейчас пойдет дальше снижение если опираться только на вот эту вот теорию волн без учи без учитывания фундаментальных оснований то можно очень сильно влететь на деньги или вообще ошибиться если полагаться на них так вот мои коллеги трейдеры сейчас полагаются в том числе на них как один из факторов и говорят что цикл закончился и нас ждет либо очень сильное обрушение на американском рынке ну как бы по образу и подобию великой депрессии либо нас ждет такой плоский боковик но опять-таки с очень глубокой амплитудой то есть там сильно обрушится там рынок допустим сложится там в четверо в пятеро потом опять пойдет вверх так вот я скажем так проанализировал ситуацию что было похожего в прошлом стакляция что предшествовало стакляции в сша начала шестидесятых конца на начало восьмидесятых годов да вот этот вот отрезок в 20 лет и если мы посмотрим на старые графики то есть со времен великой депрессии это что предшествовало этой стакляции то мы увидим на этом графике что это был также пузырь то есть грубо говоря тогда тоже шли разговора о том что рынок перекуплен американский и все ждали обрушения рынок тогда достиг тысячи пунктов на своих а я перед тем как он достиг тысячи пунктов если мы посмотрим на график доу джонса того времени там также была коррекция которая похожа по форме на нашу пандемию коррекцию соответственно все ждали об обрушении американского доу джонса кто до 500 кто даже до 400 пунктов то есть в масштабах и в амплитуде того времени все ожидали провала кто ровно как сейчас вот соответственно как ну рынок не оправдал этих надежд то есть рынок залег в боковик но он был не настолько широким каким его ожидали и был момент и сейчас да у нас говорят что вот мы сейчас пришли на уровень 4000 там придем там до 4000 мы подошли может быть 400 4 150 там ноги мои коллеги говорят мы там будем сбрасывать акции набирать шарты либо мы будем хеджироваться путами то есть опута опционами и будем ждать какого-то вот серьезные какой-то просадки так вот рынок тогда в 60-х года вот в масштабах тех годов всех наказал таким образом что просто застряла в узком диапазоне надолго он успел сходить в ближайшие два года вот примерно тех уровнях где мы сейчас медленно сходил опять хаям историческим а потом провалился но опять-таки провалился к на амплитуду примерно до пандемийным уровнем то есть чуть чуть выше пандемии то есть он не провалился ниже пандемийных уровней после чего опять пошел наверх вот так вот лет 5-7 а то и больше рынок ходил то есть я если будет потом возможности ну потом покажешь это на графике я думаю что наглядно это будет видно нашему зрителю о чем я говорю вот поэтому я полагаю что как коробочка турецких сладостей и графики будут монтированы хорошо если не будет под углом монтированными виду да 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 на чем я основываюсь как бы основываю свое мнение все-таки с момента пандемии американским домохозяйством да и не только американским там где правительство поддерживали снизу домохозяйстве выплачивали пособия было накоплено достаточное количество денежной массы до сбережений и об этом пишут сейчас аналитики это порядка пяти триллионов долларов только в сша и это говорит о том что денег в принципе у тех у кого они и так водились денег еще сбережений у людей много это означает что любую другую просадку какая какая сейчас будет любую просадку на американском рынке будут выкупать будут выкупать man на маломальских коррекциях то есть спрос потребительский спрос он так быстро не ляжет даже с учетом той инфляции до которой сейчас разгоняется в сша а посему велик шанс получить примерно похожую динамику какая она была по амплитуде в шестидесятых тире восьмидесятых годах вот такой вот у меня мнение то есть графически когда вы посмотрите вы удивитесь как вот тому стакляционном буковику 60-80 как какой там паттерн отрисовал доу джонс он очень похож на паттерн который отрисовал доу джонс во времена пандемии то есть перед обвалом и после обвала пандемийного до в двадцатом году после чего рынок дальше пошел вверх и потом залег вот в такую боковую динамику а то есть вполне возможно я не говорю что так будет не будет такого дикого обвала по образу и подобию либо великой депрессии либо если будет какой-то боковик он не будет такой амплитудные дети как его многие ждут по ряду причин вот так бы я бы ответил поговорим про нефти про золото я уже неоднократно говорила и на своих ресурсах о том что золото сейчас под золото разогревают очень хороший фон то есть ты видел наблюдал такую вещь когда центральной банки рекордными темпами скупают объемы золото при этом розничные инвесторы многие по закрывали длинные позиции по золоту разочаровавшись с ним это видимо те кто покупали золото на хаях двадцатого года когда золото стояла под уровнем 2000 долларов за унцию и про продали эти закрыли эти позиции как раз на уровне 1630 когда она туда сходила сейчас произошел отскок на фоне того что появились признаки замедления инфляции в сша также отскок пошел как раз на фоне того что появились в этой связи ожидания замедления темпа повышения ставок со стороны фрс ну и получается ситуация что золото сейчас выходит на первое место ровно то ровно тогда же как она и как как она и выходила тогда во времена этого стакляционного боковика которыми только что говорил 60-80 года золото на графике я думаю ты тоже потом покажешь по-прежнему имеет классный паттерн чаша с ручкой этот паттерн знают все трейдеры которые уже давно находятся и торгуют я не говорю опять-таки что эта модель не сломается но на данный момент по фундаментальным признакам потому как складывается ситуация потому то что он потому что мы видели в прошлом похожего у золото очень хорошие шансы сейчас во первых ближайшее время продолжить рост примерно к 1815 1820 потом скорее всего мы получим еще одну волну коррекции поскольку будут опять-таки ожидания что индекс доллара в корзине резервных валют может подняться до 120 пунктов и золото скорее всего если это произойдет свалится на 1700 но вот возле 1700 и вот этой нашей мощной глобальной поддержки 1680 1700 я бы начинала опять-таки плавно докупать золото на долгосрочную перспективу потому что если уровень 1680 1700 устоит в этом случае это произойдет попозже ближе к весне я думаю 23 и опять отобьется вверх вот тогда золото скорее всего имеет очень выше высокие шансы с учетом того что первую волну цикла повышения ставок со стороны фрс мы уже но прошли большую часть и должна быть какая-то пауза пока на по крайней пауза уже в ужесточении получается у золота хорошие шансы сейчас выстрелить и получить вот эту компенсацию на рынке рынок сейчас ищет что он ищет где получить вот эту компенсацию от ситуации которые мы все оказались глобально когда спрятаться не в чем в активах потому что все перегрето золото ближе всех золото ближе всех к тому чтобы на нем заработать в ближайшие полтора два года и ближе всех тому чтобы получить сейчас эту переоценку за ту инфляцию которую мы уже получили то есть получить компенсацию а нет а с нефтью все неоднозначно потому что во первых нефти политически манипулируемы ты мог наблюдать ситуацию ты сам об этом писал что джо байден скажем так простил все принцу а саудовской аравии вот это убийство этого журналиста которого можно сказать расчленили в прямом эфире и все это было записано на apple watch только только в обмен на то чтобы ослабить ценовое давление цен на нефть это первый момент это политические манипуляции политические игры закрывая глаза на какие-то нравственные вещи но политика и дело грязное 3 и требует рук запачканных крови это понятно но самый главный момент который я хотел здесь отметить я по-прежнему разделяю мнение моих коллег касательно того что экономика все равно мировая замедляется она сжимается и она скатывается в рецессию проблема в китае никуда не уйдут проблема в еврозоне из-за газового кризиса и энергетического кризиса на своем никуда не уйдут проблемы в сша еще придут то есть мы в начальной стадии если экономика немножко стагнирует в этой ситуации то вероятно что цены останутся под давлением то есть мы можем получить в ближайшее время вот если мы мы вчера приходили на 88 50 ключи по нефти на эту планку мы не удержали 92 50 теперь мы можем сходить краткосрочно на 82 50 но если будет какое-то серьезное разочарование да то нефть может и на 60 сходить но в целом в целом если мы говорим с тобой а вот этом вот стакляционном боковике с чего мы начали этот разговор вот когда экономика болеет и это лучше то хуже она ходит в узком диапазоне до доу джонс акции то и нет примерно скорее всего так и будет на этот период ходить там ну в районе там 60-100 и вот она так и будет ходить но сильно выше я не верю что она поднимется даже с учетом того что есть мнение что сейчас вот на россию наложат потолок цен да вот этот вот ограничение и это придет к дефициту нет ребят спрос будет складываться быстрее сильнее он справа он складываться везде будет быстрее и это будет тормозить рост цен на нефть скорее всего они вот будут заперты в таком вот достаточно широком диапазоном боковике 60-100 длительное время и там будут внутри этого диапазона боковика всякие манипуляции политические вроде вот того финта который устроил который сделал джо байдена вот в вопросе с этим принцем саудовской арабии простив ему все доллар рубль здесь могу так сказать до тех пор пока не закончится военная операция до тех пор пока не будут искусственно зажимать валютный рынок в россии доллар рубль может долго оставаться на вот этих вот уровнях но все равно сейчас концу года будут госкорпорации фиксировать свои результаты в валюте так что возможно ослабление до 70 может быть даже до 75 падение цен на нефть до уровня обозначена мной там 60-70 и длительное допустим нахождение какой там диапазоне 60-70 там 60-80 в купе с теми ограничениями которые планирует запад на россию наложить может привести к тому что на вес валюты убавиться в россии и придется все-таки ослаблять рубль потому что ну во первых грех сказал что ну не только грех это в принципе распространенное мнение что ниже 50 за доллар уже тяжело для экспортеров но в целом в целом вот этот боковик вот этот вот длинный узкий боковик 60 там 62 он может достаточно долго оставаться в течение длительного времени в россии но еще раз повторюсь рано или поздно как бы рынок можно вести в заблуждение на него нельзя обмануть как бы россии не отгораживалась да как бы она не пыталась строить суверенную экономику все равно полностью изолироваться от внешнего мира она не сможет поэтому рано или поздно когда закон возможно когда закончится цикл укрепления доллара в корзине резервных валют глобально глобально когда доллар допустим в индексе дикси вай удариться там 120-130 и пойдет уже долгосрочно вниз вот тогда все немножко расслабиться в том числе и в россии начнут ослаблять национальную валюту в сторону там 70 80 я я думаю что выходить мы будем вверх из этого боковика который сейчас крипто если ты помнишь я прогнозируешь начнутся массовые посадки тех кто работает в криптоиндустрии кого-то посадили вот сейчас мы не кажется находимся как раз в этом моменте ну я скажем так не слышал о том что кого-то начали сажать да ну крахов ткс да это как бы американская история там основатель отцу основателю товарищу фриду ему как бы грозит тюремный срок и наверное по делом ему будет что касается как бы общего фона ну скажем так я не первую крипто зиму зимую на крипто рынке и похожие вещи я уже наблюдал в прошлом например была такая биржа все знают кто в индустрии кто индустрии интересуется это mt gox она работала с десятого года у нее проблемы начались в одиннадцатом тире тринадцатом году а в четырнадцатом так там также нарисовалась дыра в балансе там также ручной хакер или инсайдер взломал эту биржу похитил средства вкладчиков и в нынешних ценах сейчас вот в нынешнем в нынешней переоценке крипто рынка это дыра в 17 миллиардов у товарища фрида в фтк всего 9 там или 10 дыра то есть это похоже по тем временам и этим временам сопоставимая история ничего нового совпадает она с кризисом крипты зимы безусловно пострадает кругами разойдется эта проблема пострадает достаточное количество боковых компаний кто был вовлечен в эту историю но рынок это не убьет потому что когда сейчас пишут такие похоронные статьи что все подорвано доверие криптоиндустрии что восстанавливаться придется долго до восстанавливаться придется долго но опять-таки не по причине краха вот этой конкретной бирже мы в принципе находимся сейчас в ситуации в которой мы еще не жили когда фрс поднимает ставки когда пытаются сократить денежную массу и когда идет идут такие разногласия геополитические в мире принципе глобально поэтому крипте конечно сейчас сложновато да но но я повторюсь и сделаю оговорку мы с тобой часто говорим о психологии рынка мы с тобой часто говорим о том что американский рынок по-прежнему на исторических хаях где он не дает нам никакой потенциальной будущей доходности но технически не дает в американском рынке по-прежнему очень много денег я уже сказал до сбережений домохозяйства которые были выплачены до 5 триллионов примерно по некоторым подсчетам и на американском рынке все до последней домохозяйки на крипто рынке который технически уже упал и разгрузился очень сильный и очевидно что он его может еще протащить вниз там до уровня и семь и девять там да и даже четыре вы должны быть готовы ко всему кто находится на более паника и на нем никого нет в глобальном масштабе в масштабе людей которые понимают что это такое да которые готовы в него вкладываю в американском рынке повторюсь все это чистая психология крипто уже достаточно сильно разгрузилась и следовательно если она устоит как индустрия она имеет потенциал для дальнейшего роста до отскока роста и роста в будущем вы должны быть готовы к тому что нас придавливать там могут до середины от той конца 24 может быть и до 26 года вот из этого исходить то есть случае с криптой на те суммы которые не больно потерять вы можете использовать сейчас уже постепенно плавно покупку биткоина например эфириума я думаю что эти стандарты уже никуда не денутся не чтобы там не происходило на крипто рынке и вот здесь можно использовать стратегию купил и забыл опять-таки повторюсь даже сейчас с учетом того обвала что есть на крипто рынке вот у нас сейчас эфир стоит 1200 долларов 1200 он стоит я его покупал в девятнадцатом по 350 по 400 то есть я сейчас даже с учетом этой просадки у меня 300 400 процентов минимум прибыли получается что эфир меня защищает от инфляции самым лучшим образом даже лучше чем золото опять-таки золото не следует сбрасывать со счетов у нас в той ситуации в котором оказались получается как раз две лошадки это золото и крипто то есть если мы посмотрим на график золото с 1830 года потом покажешь это зрителям когда он начинал торговаться по настоящее время посмотрите динамику золото и биткоин это в прошлом уже все было динамика ровно такая же золото также взрывалась уходила наверх по динамике по технической как и bitcoin это вам так на подумать вот твоему зрителю вот таким вот образом вчера зашел на авито смотреть слитки золото нашел там чтобы там не говорили там есть и слитки серебра и слитки паллади так на всякий случай так что можно разнообразить свое свое меню безусловно можно разбавлять все серебро конечно менее ликвидное по отношению к золоту него волатильность большая если вырастает волатильность в золоте вырастает и в серебре и теоретически можно диверсифицировать даже нужно наверное насчет палладия но все-таки это хоть и ценный но все-таки больше промышленный металл и честно говоря я думаю что скорее палладий уже свое отыграл во времена пандемии скорее всего и вот и вот сейчас он еще может как-то повзрываться но глобально еще раз говорю золото сейчас ближе всего к тому чтобы начать цикл роста потому что я чувствую как разогревают информационный фон под золото видать крупные игроки банки уже набрали позу и теперь готовы туда вогнать в этот рынок толпу чтобы толпа начала там скупать да и потихонечку раздавать то есть это может быть очень длительный цикл роста по золоту именно по золоту и серебро стороне не останется безусловно то есть мы можем уже в самые ближайшие месяца получить движение в район 2500 долларов за ну и далее там потому как будет складывать ситуация с инфляцией и с денежно-кредитной политикой мировых центробанков пока мы с тобой тут говорим новости московской корпорации новости озона массовая драка на складах озонов пушкин ножевое ранение и за очередь на досмотр работников и нам неплохо неплохо массовая драка хорошая работа озона ну ладно хрен с ним что там у нас телеграм-канатом каналом енот финанс что и какие новости но по-прежнему проводим психологическую терапию потому что люди как сказать люди по-прежнему не готовы принять вот эту реальность что надо по минимуму соприкасаться с традиционной системой то есть люди напуганы и озадачены да и переживают что часть средств было заморожено да там на бирже то есть на российской да например ну да и в принципе в мире то есть люди немного не понимают какие риски сейчас нужно убрать проводим такие консультации то еще делать с портфелем там может быть где-то урезать риски снизить лимиты куда не стоит соваться вообще второй момент это вот сейчас буду проводить скорее всего вебинар касательно того как вообще выводить капитал из любой страны том числе из россии через крипту то есть грубо говоря где как купить стейбл и как их правильно хранить чтобы они были только ваши эти деньги чтобы быть независимым мобильным передвигаться в любую точку мира в том числе вот буду консультировать разговаривал здесь у себя в черногории здесь проходят сделки по покупке недвижимости за крипту вот риски риски покупки недвижимости за крипту риски последующей перепродажи этой недвижимости в целом наверное вот так то есть достаточно широкий диапазон работы клиенты довольны но еще раз повторюсь люди очень сильно напуганы пытаемся как-то успокоить и как-то более рационально людей подготовить к тому что нас дальше ожидает или может ожидать в данном случае до инвестора могу посоветовать слушать хорошую музыку позитивно чтобы снять стресс классическую например нет я нашел тут ансамбль для них специально называется виолель город братск дека дека нефтехимик супер я так посмотрел так лихо ребята играют просто лихо а начало 70-х думаю откуда же это все оказывается в городе братске там под братском был какой-то поселок где был деканик и стимик где были сплошь люди осужденные на химию и руководство руководство сказала этим ребятам играйте что хотите главное чтобы наши языки не ехали в братск и они там по полной отрывались и вообще мне так понравилось какой хороший ансамбль все просто людям дали свободу они просто отрывались до души а вот людям когда всегда даешь свободу они проявляют свои лучшие качества будь то музыка экономика любая другая сфера деятельности да хорошо что у нас все стране хорошо в этом плане все спасибо большое спасибо тебе ангри